мои любимые родственники я так рада что вы меня все смотрите представляете вчера поехала на заправку мне надо было заправиться и смотрите загорелся инжектор сначала машина начала глохнуть и потом просто загорелся инжектор машина вообще не ехала я думаю в чем проблема оказывается это плохой бензин вы себе можете представить настолько плохой бензин что у меня аж машина я хочу съездить посмотрите почему у меня этот чек вылез я просто очень удивлена вообще у меня никогда он не выскакивал и тут на тебе просто с ровного места машина полностью в исправном состоянии я в любом случае съезжу и узнаю в чем причина какой под ошибки покажет вот но я предполагаю что это плохой бензин я заправилась на газпроме как бы это удивительно не звучало газпром который при въезде в геленджик со стороны дивно-морского там есть правой стороны заправка вот я там заправилась но я думаю раз газпром значит никаких проблем не будет а вот ты получай пожалуйста тебе видимо там какой-то бензин разведенный или что ну в общем а ужасно печально мне на скорее его прокатать я вчера просто полвечера ездила по городу думаю бензин бензин кончись пожалуйста я обычно как бы всегда говорю бензину не кончайся пожалуйста мне ты нож тут бензин кончись в общем я прокатала всего лишь одно деление и мне еще надо два деления прокатывать в общем я сейчас решила заняться как раз этим и по своим делам я еду принимать квартиру в управление ребята не забывайте о том что я занимаюсь недвижимостью геленджике помогаю подобрать жилье для отдыха причем без всякой комиссии без всяких накруток и всего прочего вам ничего это не стоит и мне постоянно спрашивают настя ты что фея для чего ты это делаешь для чего ты помогаешь людям ну во первых у нас на небесах это плюсик каждый плюсик у тебя шапки чисто красавчик на улице 18 градусов шапки но это имидж это тоже ничего не поделать и во вторых я раскручиваю канал на ю тубе чтобы выйти не только за границы города геленджика но и по всей россии я очень хочу чтобы не знали все ладно это все юмор сейчас еду на крымскую не надо выселить человеку прибрать три квартиры потом принять квартиру в управлении в общем очень много дел накопилось и сама сегодня делать хотел одеть платье но что-то побоялась зря я конечно побоялась хочу уже пойти на шопинг хочу новые шмотки хочу новые красивые платья хотя мне 100 с того года остались тоже платье всякие красивые но я хочу еще еще девочки поймут навсегда мало мало вот погода замечательная 18 градусов сегодня дует ветерок но он такой теплый знаете как классно город позеленел действительно город геленджик это рай это то место куда люди приезжают и получают позитивное настроение частичку счастья в своей жизни и становятся жизнерадостнее что ли так сказать когда они видят всю эту красоту моря сочетание с горами и с бесконечной зеленью с чистыми улицами и небольшим количеством а людей машин я кайфую от тебя геленджик спасибо судьба что ты меня закинула именно в этот город я ни капли не жалею что я попала именно сюда я как-нибудь опять расскажу свою историю переезда ведь многие кто недавно подписался наверное не доходили до этих видео и не знают мои истории как я все бросила я просто переехала в геленджик и я настолько счастлива не пожалела ни на секунду единственное что я скучаю по своим родственникам и близким по городу екатеринбургу я не скучаю ни капли никогда не скучала и не буду скучать и уверена потому что я нашла свой город я нашла свое место и я добьюсь здесь успехов во что бы то ни стало я уже знаете сколько сегодня сделала дело я сама в шоке я уже в двух квартирах прибралась постиралась сейчас поеду в третью на ульяновскую потом вечером поеду в четвертую а завтра с 8 утра у меня уже заселение вообще завтра просто день разбит тоже дела 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 видите когда тела не на самом деле меня это радует что у меня есть столько занятости я наоборот от этого кайфу я не знаю многие любят наверно просто дома на диванчике лежа мне нужно движуха мне нужна работа мне нужна работа которая мне приносит удовольствие поэтому ребят если вы хотите свою квартиру отдать в управление то не знаете кому ее отдать сейчас очень активно начали люди бронировать и сегодня мне позвонила марина я рассказала настя не знаю что своей квартирой делать я даже не понимаю помоги мне пожалуйста в общем мы будем сдавать ее посуточно машинка машинка взлетает осталось пять минут машинки и все я выдвигаюсь отсюда на другую квартира там мне вещи постирались не надо съездить их достать и развесить и вот и у меня появилась еще одна квартира управления даже просто сбилась и счет сколько у меня на крымской но вообще уже двадцать четыре квартиры я все успеваю еще готова принять ребят ну кайфово жена когда у тебя есть квартира ты ее просто отдала в управление а тебе заселяют и выселяют и ищут клиентов в общем просто приносит доход квартира просто приносит доход и выходите на море купайте загорает и ничего делать не надо вот бы мне 5 квартир я бы жила вообще ни о чем не думала а у меня будет спорю я не спорю то есть я хочу сказать я знаю итак ребят сегодня еще хочу поговорить с вами на такую очень интересную тему вы очень часто меня спрашиваете какой бюджет нужен для отдыха в геленджике либо для переезда в геленджике я сейчас быстро вам расскажу и первый и второй вариант вот смотрите чтобы переехать на пмж допустим квартира стоит снять квартиру на круглый год стоит примерно 15-20 тысяч рублей то есть если у вас бюджет 100 тысяч рублей вы снимаете приехали сняли квартиру за 15 тысяч рублей ладно вы отдали риэлтору округлим в общем плюс вас взяли залоговую какую-то сумму ну 30-35 тысяч вы отдали за квартиру потом в течение месяца я думаю любой сможет найти себе работу спокойно ну я так предполагаю что любой сможет найти себе за месяц работу и начать работать и естественно через месяц у вас уже пойдет доход и я думаю что зарплата плюс к тем деньгам которые у вас остались еще от денежных средств которыми вы приехали вы будете то есть на них и будете в первое время жить вот ну я так предполагаю что допустим некоторым даже и 50 тысяч рублей хватит для того чтобы переехать но запас в любом случае должен быть хоть какой-то чтобы не не дай бог не попасть я не знаю просак и не остаться без денег и без друзей без знакомых просто одному в городе вот я сделаю именно таким образом я приехала я заплатила там за два месяца за квартиру с аленой мы напополам заплатили и вот за два месяца мы нашли работу и вышли на работу и сразу у нас пошел доход и в принципе нам достаточно хватило этих денег олены по моему было чуть меньше около наверное 70 или 80 тысяч ну в общем грубо говоря 200 тысяч рублей у нас на переезд на четверых нам хватило вообще больше вот что касается денежных средств на отдых вот допустим из тех соображений из тех параметров наверное вот так сказать правильно подбора нет подождите если мы возьмем 10 дней отдыха геленджики на тех же четверых человек ну допустим это пусть будет июль минимальный номер стоимостью пятьсот пятьдесят рублей с человеком это по стоимости будет 2 200 10 дней на жилье 22 тысячи ну естественно покушать и потратить на свои развлечения ну конечно покушать тоже можно по-разному можно пойти в магазине купить доширак на завтрак обед и ужин а можно сидеть дорогой кафешке и просто все деньги оставлять там то есть кто кто как тратится кто как привык жить тот так и должен взять с собой бюджет то есть поесть в кафе на четверых ой в кафе в столове в столовой на четверых мне кажется 400 500 рублей принципе вам достаточно будет вот но перекус какую в общем полторы тысячи примерно в день полторы две тысячи в день не тратится на питание там на выпивку и в общем как то как то вот так вот то есть за 10 дней еще 20 тысяч но мне кажется на четверых 20 тысяч это мало это надо хотя бы брать 30 тысяч на четверых даже 50 я бы взяла если честно если бы на четверых мы поехали ну и плюс билеты ну то есть у вас 100 тысяч на четверых примерно выходит на отдых я не могу сказать что это сейчас стопроцентные прям такие подсчеты но примерные примерные так сказать вот саленой на мойку а ты зачем сандали ты сюда положил убираю машину давай маню не тут не нужны я же сейчас буду тут все мыть вот это вообще не шутки это супер аппарат сюда просто составляешь деньги нажимаешь то что тебе необходимо и моешь просто за 100 200 рублей в зависимости даже можно воском покрыть понимаете но вы короче вот и все так я начинаю ребят оставайтесь с нами смотрите видео до конца вот мы не собираемся Вон наше место заняли Это парень Посмотрите, как все идеально чисто Мамочка, как я давно Не видела ее уже в таком состоянии А чек у меня все горит Это кошмар Я все хочу заехать И у меня еще и не получается Чек горит, бензин кончается А я прям стихами заговорила Смотрите, да? Все, уже сейчас едем домой Я думаю, что на сегодня Наш влог подходит к концу Я желаю вам всем Классного настроения, хорошего дня Позитивного, самое главное Добрых людей рядом И много-много счастья Конечно Это, давай скорее не домой А скорее едем на этот А то бензин закончится Как мы поедем Да, пусть он закончится У нас хоть машина в себя придет Это у нее неисправность Видишь, оранжевая горит Поломка типа Вон Понимаешь? Ладно, ребят Всех целую, обнимаю Подписывайся на канал Ставь лайки За размещением За жильем Обращайтесь ко мне Я помогу вам Совершенно бесплатно И за подбором недвижимости В Геленджике Это очень тонкая тема И очень-очень серьезная покупка Покупка всей жизни Приобретение недвижимости В городе-курорте Геленджик Я с этим могу помочь Чтобы потом вы Радовали жизни И были счастливы Что приобрели Именно этот вариант До свидания Пока Всего хорошего